К нам присоединяется эксперт. Сегодня у нас в гостях председатель Союза Свободных Профсоюзов Латвии. Заместитель председателя Союза Свободных Профсоюзов Латвии Эгелс Балзинс. Тема Дня Труда, я думаю, беспокоит большинство наших жителей страны. Так что не стесняйтесь, звоните нам по телефону прямого эфира 67200-232. Мы вас обязательно слушаем, а также задавайте вопрос нашему сегодняшнему эксперту. Ну что же, мы начнем. Вот проводится мероприятие 1 мая, но это воскресенье. И воскресенье это как бы выходной день считается. А на что вы рассчитываете? Ведь чиновники не будут на рабочих местах, соответственно, никто не выйдет к вам. И никакого диалога и коммуникации, значит, не произойдет? У нас уже была коммуникация как с премьером, так и с министром здравоохранения, с министром образования. И просто мы хотим обсудить эту тему публично вместе с людьми, жителями Латвии. И сказать свои требования, и потом вручить в Сайму, какие наши требования по отношению достойному труду, достойной зарплаты. И чтобы было качественное и доступное образование и здравоохранение. И эти вопросы очень сложные и необходимо решать. Нельзя просто проблему отложить. Поэтому, если вспомним прошлый бюджет, когда принимался еще у госпожи Страуимы, тогда дополнительно нашли 10 миллионов. Теперь мы видим, что кризис назрел настолько, что даже 35, которые обещают, нас как будто из этой аварии, катастрофы не может вызволить. Тем самым надо гораздо больше денег. Поэтому мы и хотим, чтобы правительство искало еще дополнительные средства для этой отрасли. И, конечно, для зарплаты для других тоже работников других отраслей. Пикеты проходят, но есть ли результаты? Ну, мы посчитали, например, учитывая тот опыт, который есть у профсоюза здравоохранения и социального обеспечения, они своими требованиями все-таки постепенно, после кризиса, получили дополнительно 150 миллионов. Это означает, если мы не молчим, что-то обоснованное и требования дают какие-то нормальные результаты. Конечно, было бы желательно, чтобы эти задачи приняли как свои правительство и парламент. Тогда можно бы сказать, что простым социальным диалогом между отраслевым профсоюзом, работодателями отрасли и правительством могли бы решать проблему гораздо легче. Но в данный момент мы должны убеждать парламент и правительство. У нас есть первый звонок. Выслушаем телезрителей. Добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Халло. Да-да, мы вас слышим. Задавайте вопрос. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Этот митинг проходит в выходной день, да. Но мне как-то надо на этот митинг добраться. Транспортом. Мне надо приехать и обратно уехать. Кто оплачивает мне этот проезд? Спасибо большое. Ну, члены профсоюза получают помощь от профсоюза. Мы организуем даже автобусы, они будут приехать. Но если человек не член профсоюза, ну тогда он наверняка сам или с друзьями может оторганизовать этот вопрос. Просто сказать, что мы можем для всей Латвии обеспечить проезд в Ригу, я бы не сказал. Ну вот в профсоюзах состоят люди разных национальностей, разных религиозных конфессий, а вот у православных, например, опять же, в это воскресенье праздник Пасхи. Это значит, что большинство людей, в том числе и членов профсоюзов, будут, наверное, как-то дома, семьей отмечать. Вот на какое количество участников вы рассчитываете? Ну, мы думаем, что будет больше 1 тысячи, которые мы предложили, но в принципе, конечно, мы учитываем, и этот фактор, у нас были жаркие споры насчет того, можно ли первого или нет. Но мы все-таки решили, учитывая то, что это международный день, то по этому дню будет собираться каждый раз, как в Берлине, так скажем, в Лондоне, так и в других местах, в Москве, Риге, да, люди, которые защищают свои права на достойные труды, достойную зарплату. И мы думаем, что это нормально, и ну что поделать, если так совпадение есть? Насколько сильны вообще наши профсоюзы? Ну, мы, скажем так, что представляем где-то 10% от всех работников, это немало, учитывая то, что это больше, чем в Эстонии и в Литве. И вообще в Восточной Европе гораздо меньше численность, скажем, профсоюзная, чем в Западной Европе. Но это зависит от уровня развития, как социального диалога, так и профсоюзов. Ну, и мы считаем, что мы достойно представляем интересы, и, конечно, выбор каждого человека, вступать в профсоюз или нет. Но профсоюз это как полис страхования для любого человека, что он будет защищен трудовым законодательством, других вопросов с работателем. И это, я думаю, самое главное. Ну, многие, по-моему, боятся вступать в профсоюзы, потому что тогда может последовать от работодателя не совсем хорошее отношение к нему. Но если все жизнь боятся, то наверняка свои права не отстоять. Это вопрос один. У нас самая главная проблема то, что у нас много в Латвии предприятий маленькие. И в маленьких предприятиях немножко другие проблемы, чем в больших. А профсоюзы по всей, скажем, Европе и по всему миру распространены средних таких и больших предприятий особенно велико. И тем самым мы считаем, что наше представительство нормально. Где большие предприятия, там есть социальный диалог, есть коллективный договор, есть дополнительные социальные гарантии, которые доступны работнику. Примем еще один звонок от телезрителей. Добрый вечер. Задавайте вопрос. Добрый вечер. У меня вопрос к Майгилу Балзену. Какой материально-технической помощь партия Саскани отдает на этот митинг? Потому что предыдущий митинг Кереса была большая материально-техническая помощь от Саскани, как прибонов, микрофон, охрана и так далее. Большое спасибо. Спасибо за вопрос. Насколько я знаю, я знаю достаточно не всю информацию, у нас есть отраслевые организации, особенно Валдис, Керес и ЕО, профсоюз дает материальную поддержку. И политическая партия Саскани просто политически поддерживает. И мы действительно приглашаем каждого в наш народное собрание, чтобы выразить солидарность нашими требованиями. Они требования не, скажем, какие-то политические, просто отстоят интересы работников социальной интересы, трудового законодательства, экономические интересы. Обмен опытом с другими странами как-то происходит? Да, у нас есть поддержка. Сегодня был даже интересный такой курьез, что шведские профсоюзы прислали в наш парламент поддержку, резолюцию. И нам тоже прислали. Но в принципе самое главное то, что есть от скандинавов, от Литвы, Эстонии, других государств, Германии, поддержка наших требований. Европейский союз профсоюз поддерживает и международный союз поддерживает нас, профсоюзов. Так что эта солидарность важна, потому что у нас в Латвии система здравоохранения отстает по уровню финансирования, скажем, в таком большом разрыве, что у нас практически финансирование 28-е и последнее место в Европейском союзе. То, что приходит от государства. Это означает, что мы это бремя переложили на людей. Но если у людей мало денег, они мало зарабатывают, у нас такие довольно широкие слои населения, тем самым им отказывают в доброкачественном, своевременном медицинском обслуживании. Что не хватает нашим профсоюзам? Ведь когда смотришь новости, что происходит в западных странах, там чуть-чуть урезания, и они там требуют очень настоятельно. Ну, конечно, они требуют очень настоятельно. У нас не хватает уровень зарплаты для работников. Это самое главное. И мы считаем, что у нашего правительства нет такой целенаправленной политики, скажем, заработной платы и налоговой политики. Потому что основное бремя опять на работника, не на капитал. Это мы всегда видим и можем посмотреть по национальному валовому продукту. Обычно, если есть какие проблемы, какой-то кризис, опять обычный работник, обычный житель Латвии, это тот, кто вытягивает страну из кризиса. Примем еще один звонок от телезрителей. Добрый вечер, задавайте вопрос. Примем еще один звонок от телезрителей. Добрый вечер, задавайте вопрос. У нас и так маленькое телевизионное государство, европейское телевизионное государство, как я уже сказал. Но, учитывая те средства, которые наше государство уделяет на оборону страны, если посмотреть за последнее время, сколько средств затрачено на проведение различных учений... У нас сегодня двойные вопросы, но мы вас поняли, что очень много средств выделяется на безопасность, но на другие цели, которые, по мнению зрителя, намного более важные, не выделяются. Вы согласны с ним? Ну, это очень сложный вопрос. С моей точки зрения, конечно, и обеспечить стабильность государства, это важно, как внутреннюю, так и внешнюю защиту государства должна быть на любом нормальном уровне, независимо от расположения страны. Но самое главное то, что не хватает средств именно для здравоохранения и образования. Мы считаем, что эти средства можно найти. Ну, например, мы возьмем такой вариант. Если посмотреть, что даже правительство, Министерство финансов предлагало в программе, в проекте программы стабильности Латвии, да, предоставить дополнительные средства 44 миллиона евро для здравоохранения. Сразу такие серьезные государственные должностные лица сказали, что нет, нельзя увеличивать бюджет дефицита, даже если это согласованность Европейской комиссии. Но Европейская комиссия требует от нас решения этих вопросов, и она готова, в принципе, к нормальному диалогу насчет того, чтобы мы в этом направлении на какое-то время увеличили дефицит и могли решить эту проблему финансирования. Мы считаем, что это нормальный путь, что надо дополнительно средств, и тогда можно решать проблему. Но те же люди, которые возразили здравоохранению, не говорили ничего против второго уровня пенсии, который, в принципе, является сферой бизнеса коммерческих банков. Но там же не было речи от 44 миллиона, там где-то в четырех годах было увеличение на 305 миллионов. Это означает, что у нас есть какой-то двойной стандарт, когда речь идет о образовании, когда есть речет об здравоохранении, то одна мерка примеряется, а когда речь идет о таких влиятельных лоббистских структур, как коммерческие банки, то другая. Ну вот сейчас Карл Шадурский заявляет о том, что уже буквально чуть ли не со следующего учебного года зарплата преподавателей может быть повышена на 200, порядка 200 евро. Как вы оцениваете такие перспективы? Это, конечно, хорошая перспектива, если она осуществляется. Есть данные альтернативного проекта Батня, это директор, это их человек средней школы. Он говорит, что в среднем это будет 80 евро по его подсчетам, но будет педагоги где-то 20%, которым действительно будет 200-300 евро. С нашей точки зрения, конечно, необходимо повышение зарплат, учитывая то, что во время кризиса учителя потеряли зарплате. В том моменте это 40% в среднем от зарплаты. Это очень серьезная сумма. И, в принципе, основная масса педагогов не получила компенсацию после преодоления кризиса. То есть они не восстановили свою, скажем, покупательную способность. Хотя государство уже получает гораздо больше средств, чем до кризиса. То есть, по сути, о повышении заработка речи пока не может идти. Это лишь возвращение на те самые старые позиции. Ну, как кому, скажем, я думаю, повышение это нормально. Надо требовать повышение и получить, и потом можно считать, насколько это восстановило или перевополнило, скажем, бланку до кризиса. Но, в принципе, самое главное, чтобы это было и не только педагогам средних школ, профессиональных школ, но и дошкольных учебных учреждений, вспомогательного персонала в высших вузах. Именно об этом, насколько я знаю, сейчас хотят задать вопрос наши телезрители. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Добрый вечер. Спасибо за звонок. Ну, мы свои требования вы сказали. Если все эти люди были членами профсоюза и их коллеги, то мы могли бы решить проблему легче. Конечно, столько сил, сколько есть у профсоюза, поставление проблемы, предложение на решение проблемы мы делаем. Но, конечно, если была сила не 10% работников, но 70%, как в Швеции, мы решили проблему бы лучше. Это зависит от выбора каждого человека. Будет ли 1 мая обсуждаться вопрос о введении обязательного медицинского страхования, о котором сейчас так много говорят? В принципе, мы не возражаем, но это очень серьезная дискуссия, потому что, так как понимает часть работодателей, это означает где-то дополнительные платы, где-то 300-400 евро в год от работника. И мы опять спрашиваем, мы же отлично знаем, что налоговое бремя на работника выше Латвии, чем на капитал, среднем по Европейскому Союзу, выше, чем Эстонии и Литве, где-то на 10%. То есть, если у нас одинаковая брутто зарплата за одинаковый труд, мы получаем на эту зарплату на руки, зарплату меньшую, чем в Эстонии и Литве. Тем самым вопрос, сколько можно нарастить налоговое бремя на работника. Мы предлагаем посмотреть, как уравновещать, скажем, налоговое бремя у капитала и у работника. Это справедливое требование, и это надо решать. Можно найти средства в других местах. Просто все время накладывать на людей дополнительное бремя, показывая объективную ситуацию, это не самый лучший вариант. Но если правительство никаких других средств не находит, то это, конечно, требует определенной оценки, почему именно так решается. За счет наиболее, скажем, слабой социально обеспеченной слои мы решаем проблемы, скажем, здравоохранения и образования. И второе, тогда все-таки все равно надо решать эти проблемы. Если это вопрос здоровья или инвалидности, смерти или жизни, то если правительство не может никак по-другому, то хотя бы так. Но придет другие политические силы, которые потом придут, которые сможет по-другому это решать. Давайте выслушаем еще одного нашего телезрителя. Добрый вечер. Говорите. Здравствуйте. Вот у меня муж работает в охране. У них половину денег отдают в конвертах. И это прекрасно. Все знают, что охранники получают деньги в конвертах. И они иногда могут снять с тех денег половину, и ты нигде ничего не сможешь доказать. Да. Да, спасибо за звонок. Это проблема действительно. Хотя в Латвии показывает исследование, конвертные зарплаты сокращаются. Они представляют по последним исследованиям 20,3% теневой экономики. Самая большая часть теневой экономики – это прибыль предприятий, которой не указано. 46%. Да. Это очень большая часть. Конечно, если человек получает конверт, то мы можем сказать, у него социальные гарантии минимальные. Это 100%. И поэтому, если посмотреть, там, где есть профсоюзы, там, например, исследовательская фирма СКДС показывает 10 раз меньше конвертов. Так что, если будет профсоюз, то там уже будет меньше конвертов, больше социальных гарантий.